По словам жителей села Мурда Шалайского района, Джайда Робека и Милова, уже 4 года в их селе ни на семейных торжествах, ни на поминках не забивает лошадей или крупный рогатый скот. И этой уже новой традиции жители не принудили. Все началось с примера свидетелем, которому он стал. В 2020 году был на поминках матери друга в Бишкеке. Когда пришел туда, увидел, что на столе были только лепешки и бурсоки. Удивился очень, но мне ответили, что у них давно уже так принято. Мне это очень понравилось. Я сфотографировал и отправил в группу односельчанам. Два-три дня обсуждали и решили тоже так делать. Тысяча человек придет или 500, неважно. Богатый человек на высокой должности или еще что-то в этом роде, разницы нет. В кафе или дома мы просто говорим людям, что пришли к такому решению в своем селе и чаще всего людям это нравится. Недовольных гостей от того, что мало угощения на столе, обычно нет. Наоборот, говорят, что хотят так же сделать у себя. Слышал, в соседнем селе тоже так стали делать. А мы это здесь в Бишкеке увидели. Никаких проблем нет. По словам и милого расточительства людей на семейных мероприятиях, будь то торжества или поминки, порицается традиционной религией исламом. От него страдают и государство, и сами граждане. Набрав кредитов, чтобы только не отстать от более богатого родственника или соседа, люди выплачивают потом их годами, отказывая себе уже в необходимом. В Октябрьском районе Бишкека около трех десятков кафе и той-кана. Каждый месяц их обходят комиссия местной администрации, проводят разъяснительные беседы о вреде и недопустимости расточительства. За предыдущий год по району сделали много работы. Создали комиссию, в состав которой входят сотрудники Акимеата, правоохранительных органов, имамы Аксакалы. Каждый месяц выходим на рейды, чтобы не было расточительства. Конечно, есть кто правильно понимает, есть и кто спорит, но в целом за минувший год тех, кто перестал так делать, стало существенно больше. Накануне о вреде расточительства, а также о том, что национальные традиции должны быть узнаваемы и проводиться по всем правилам, отметил глава Кабина на коллегии Минкультуры по итогам минувшего года и поручил специалистам профильного ведомства привести в соответствие порядок проведения национальных обрядов. Например, где бы ни родился ребенок, традиции должны быть везде одни и те же. В Нью-Йорке он родится или в Кочкоре. Происходит той, обрезание пут, провода невесты. Нужно, чтобы все эти важные события проводились как положено. На деле сейчас каждый тамада проводит, как ему это кажется правильным. Каждая семья, глядя на свои возможности, тоже делает, как пожелает. Если бы могли, и слона привели бы. Недавно лошадь привели прямо на той. Мы должны все это подвести к единым стандартам. Иностранные туристы здесь увидят, либо наши где-то за границей проводят мероприятия, чтобы они были узнаваемы. А, вот это кыргызская традиция. Если родится мальчик, то альчик нужно давать. Если девочка, тогда нужно тот ударить. Если все это систематизируете, было бы очень хорошо. Напомним, в феврале 2022 года Садыр Джапаров подписал указ о запрете забоя скота на похоронах и поминках. Спустя некоторое время Духовное управление мусульман Кыргызстана выпустило фетву, где говорится, что согласно шариату, первые три дня после смерти человека скот не забивается и в доме мясо не варят. В прошлом году столичный муниципалитет заключил так называемое соглашение о сотрудничестве с крупными заведениями для проведения свадебных торжеств, юбилеев или поминок с большим количеством гостей. Главным условием соглашения было обязательство отказа от заказов, когда клиент намеревается потратить слишком много средств на мероприятие, прежде всего, за бой лошади или крупного рогатого скота. Блот Исаев Чингис Джумагулов, АЛАТО-24